Добрый день уважаемые трейдеры, вас как всегда приветствует компания WinOption Signals и сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов RSX. Данный индикатор можно разделить на две части, одна из которых является сигнальным индикатором, а вторая осцилляторным индикатором. При таком совмещении получается хороший индикатор с преимуществами сразу от двух индикаторов разных типов. Также данный индикатор не перерисовывается и после закрытия свечи оставляет свои значения неизменными. Кроме этого данный индикатор можно использовать и для торговли по дивергенциям, но мы рассмотрим вариант с более простыми сигналами данного индикатора. Использовать данный индикатор можно на разных таймфреймах, но более высокие таймфреймы подойдут для торговли по дивергенциям, а для скальперского варианта лучше использовать малые таймфреймы. Устанавливается данный индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки остаются без изменений, а цвета можно поменять на свой вкус и цвет. И если вы не знаете как установить индикатор в терминал MetaTrader 4, то данное видео прямо в этой статье полностью расскажет вам об этом процессе. А теперь давайте рассмотрим правила торговли на реальном графике. Сразу хочется сказать, что правил для торговли по данному индикатору есть несколько. Один сигнал индикатора является скальперским, второй сигнал который выдает индикатор является консервативным и третий сигнал является дополнительным, но не обязательным. Давайте рассмотрим каждый сигнал по отдельности. Данный индикатор имеет зоны перекупленности и перепроданности и вся торговля опционами будет базироваться именно на этом принципе. Уровнем перекупленности считается значение 80 или верхний уровень, а уровнем перепроданности считается значение 20 или нижний уровень. Поэтому при скальперском варианте, как только индикатор доходит до зоны перепроданности, можно открывать опцион Call. Либо же можно дождаться закрытия свечи и войти уже после этого. При рассмотрении следующего сигнала от индикатора можно увидеть, что при подходе индикатора к зоне перекупленности в данном месте была реакция цены. Несмотря на то, что движение продолжилось и дальше. И именно поэтому такой вариант и называется скальперским, так как входы делаются против тренда. Обратите внимание, что скальперский вариант является довольно высокорискованным и его не стоит рассматривать новичкам в торговле бинарными опционами. А вот что подойдет новичкам, так это второй вариант совершения сделок, который является более консервативным и имеет более высокие шансы на положительный исход. Для открытия опционов с помощью таких сигналов потребуется дождаться пересечения линии зоны перекупленности или перепроданности с обратной стороны, как в данном случае. И как только свеча, на которой было пересечение индикатора, закроется, можно открывать опцион. И в данном случае это будет опцион Put. Для опционов Call сохраняются все те же правила, только наоборот. Индикатор должен пересечь уровень 20 снизу вверх. И последним правилом, которое является не обязательным, а лишь дополняющим, является смена цвета квадратиков индикатора. Как в данном случае, когда при совершении скальперской сделки мы бы увидели подтверждение нашего сигнала. И соответственно зеленый квадратик подходит для опционов Call, а красный квадратик для опционов Put. Желтый квадратик просто означает нейтральное состояние индикатор. А теперь давайте попробуем совершить и скальперские, и консервативные сделки на реальном счету, и посмотрим, что из этого выйдет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok